Субтитры создавал DimaTorzok Все почему-то увлечены этой метафизикой Кургиняны, как будто бы она спасения и планации от всех бед. Самое интересное, что профессионалы, философы вообще на это внимание никак не обращают, никто не реагирует. И вот мне просто хотелось, может быть, от лица философа выступить в поддержку, с одной стороны, а с другой стороны в отношении конструктивной критики того, что Кургиняна называет метафизикой. Есть ли там, собственно, метафизика, да? Хотелось бы понять. Сразу хочу оговориться, что мне импонируют позиции Кургиняна, импонируют его активные жизненные позиции, да? Поэтому я сам стараюсь занять в жизни тоже активную позицию, поэтому я его в этом смысле понимаю. И в этом смысле содержание того, что он излагает, мне нравится, да? И мне нравится, что он пытается найти какой-то выход из того положения, которое у нас в стране сложилось. Но с другой стороны, как философ, я не могу смотреть на то, что метафизикой называется нечто такое, что ей не является, да? Хотелось бы просто понять, хотелось бы просто выступить с некой конструктивной критикой, да? Для того, чтобы все-таки разобраться с этим вопросом. Ну, для начала надо разобраться с тем, что такое постмодернизм, да? Потому что в основном все, что... В основном метафизикой Кургиняна и вообще позиция Кургиняна – это позиция критики и постмодернизма. Он критикует постмодернизм и выступает за некий другой сверхмодернизм. И этот сверхмодернизм как раз в том, как иной путь по сравнению с тем, что предлагает постмодерн или постмодернизм. Я считаю, что постмодернизм или постмодерн – это дух нашего времени. Вот, у Кургиняна были передачи «Суть времени», а, может быть, эти передачи как раз были посвящены тому, что представляет собой наше время, да? Как бы можно было бы его концептуализировать? Но есть, было в свое время у Гегеля такое понятие, как «дух времени», да? И это больше и больше отражает смысл того, о чем говорится. Дело в том, что дух времени невозможно людям преодолеть. Каждый человек, каждый исторический период, он живет в некой культурной среде, и из этой культурной среде он не может выпрыгнуть, да? И вот эта вот культурная среда, в которой он живет, те идеи, которые в этой культурной среде существуют, и которые, с помощью которых он осмыслилит свое положение в мире и в обществе, это и есть тот дух, который питает, это его человеческий дух, в котором он живет. Самое главное в понимании духа времени, что его невозможно в полноте своей отрефлектировать, невозможно его избежать, невозможно из него выпрыгнуть, то есть невозможно забежать как бы вперед, да? Можно только в нем жить. То есть метафизика как раз, это способ, каким этот дух времени выражается, потому что метафизика – это некий предельное основание бытия человека, социума. И вот эти предельности, да, они выражаются, в этих предельностях выражаются дух времени. И поэтому, если вопрос идет о том, что нужно выбрать метафизику, да, если вопрос идет о том, что надо построить какую-то новую метафизику, и вообще, если разговор идет о метафизике, то это указывает на самом деле на то, что разговор идет о духе времени. Но здесь такая интересная вещь. Является ли Россия отъединенным каким-то государством, которого были затронуты дух времени? Потому что я считаю, что современный европейский дух времени – это и есть способ дали. И никакого другого нам дух времени не доступен. А поскольку у России является частью европейской цивилизации, то этот дух времени, он солид и у нас. Давайте попробуем разобраться, в чем как бы он состоит, и собрать его в простые темы. Не пытаться как-то вот забрасывать людей какими-то философскими категориями, непонятными им, а просто объяснять на простых формулах. Вот в чем состоит, собственно, постмодернизм как дух времени? На самом деле вопрос всегда должен ставиться с вершиной. А вершиной любого представления метафизики является, что является истинным и абсолютным. Если в традиционной метафизике, например, в традиционной христианской метафизике, вершиной является Бог и абсолют, то мы наблюдаем, что в постмодернизме. Мы наблюдаем, прежде всего, то, что вот этот дух, Бог истинный и абсолют, он спустился в каждого человека. И теперь каждый человек представляет собой центром, и каждый человек является критерием истины для самого себя, является абсолютным основанием для самого себя, для осмыслования своей жизни, для осмысления всего, с чем он соприкасается. Даже религия в наше время – это нечто, что человек избирает. Человек выбирает либо стать, либо вступить в религию ислама, либо стать христианином, либо стать буддистом. И в каком-то отношении он ставит вот эти все религии в подчиненное по отношению к себе положение. Потому что именно он, он же это хочет кем-то стать. Именно он выбирает. А он, условно говоря, как на рынке приходит и выбирает такую религию выбрать. Это возможно только в том случае, если нет никакого внешнего абсолютно единого для всех. Потому что, еще раз говорю, что метафизику не выбирают, не живут и умирают. То есть мы и рождаемся в какой-то метафизике. Какая она есть, мы ничего с ней сделать не можем. Мы находимся в этом духе времени. И вот дух в наше время состоит в том, что абсолют и истина спустились в человека. А раз это так, то каждый человек является абсолютным истиной для самого себя. Что из этого следует? Из этого следует, что никакого всеобщего истины, всеобщего абсолютно нет. И все превратилось в некое релятивное, да, плюрелистическое, пестрое какое-то месиво, да. В этом, причем, надо понимать, на самом деле, что нельзя в постмодернизме, в этой ситуации, рассматривать только отрицательный момент. Потому что, действительно, можно, конечно же, всегда увидеть, что из-за того, что все стало относительно, что все стало плюрелистичным, возникло очень много явлений, в которых это люди выражают так, как понимают себя, да. Недалекие люди выражают себя так, как они понимают, как это может выражаться. Это абстрактное искусство. В общем, многообразные явления культуры, мы наблюдаем многообразные явления культуры, самые различные проявления того, как человек представляет себя как истину, или как он себя выражает. Вот эти различные выражения, они просто в культуре присутствуют. Раньше существовало единое смыслонаправление, теперь этого смыслонаправления нет, теперь каждый выбирает свой смысл, свои ценности. Вот можно обратиться просто к философии Кайдегера, он сказал, что, ну, как бы в его философии, а прежде всего в его философии, ну, это, наверное, начиная даже, наверное, с Ницше, когда Ницше сказал, что Бог умер, да, вот с того, с этого момента в философии определилось, что абсолютным стал отдельный человек, потому что место абсолютно все равно осталось, и в это место должен был кто-то занят, и это место теперь занимает каждый из нас. Каждый из нас для самого себя. Мир вот стал такой, да. Абсолютная позиция перестала быть одной, абсолютная позиция спустилась, и стал бы каждым конкретным человеком. И в этом смысле Катя говорит о том, что вот каждый человек в отдельности должен теперь выбрать мир, он должен теперь взять ответственность за мир, он берет на себя ответственность за весь мир. И таким вот человеком новым, да, как мне представляется, является человек номадический. Что это за человек, мы сейчас разберемся в дальнейшем. Предварительно нужно сказать, что вот номадический человек – это термин философии Эделлеза, и он просто предельно точно отражает то состояние человека, которое соответствует вот такому вот, такой ситуации, которую мы имеем, да, ситуации в космодернике. Ну, давайте разберемся тоже с тем, кто такой номад, и исходя из того, как понимается номадический человек, будет ясно, какое место занимает метафизика Кугиняна, собственно, да. Ну, мы занимаем, нас интересует не любой номад, потому что я вот в прошлом докладе говорил о каких-то там номадах, которые там путешествуют и прочее, но нас совсем интересует идейный номад, да. Вот это тот номад, который живет в мире идей, который не прилеплен к никакой конкретной идеологии, к какой-нибудь там, к какому-нибудь учению или доктрине, да, который просто вот занимается, условно говоря, серфингом, да, в мире идей, и он может сам, ну, сам существует среди этих идей, сам создает новые концепции, это, сам исследует и другие концепции. Ну, для того, чтобы понять, почему человек номадически является, отражает наш дух времени, да, надо обратиться к истории. Вот вся история живого, ну, и вся история человека, это и есть история его освобождения. Вот как живые существа, для того, чтобы обрести большую свободу, большую универсальность, двигались в неком процессе эволюции, к освобождению, да, вот, освобождению, допустим, от принадлежности какой-то стихии. То есть, все живое вначале было, жило в воде, да, потом они выбрались на сушу, стали передвигаться, потом стали летать. Потом вот этот биогенез, да, который, собственно, является, в которой идея освобождения проложилась эта дорога, он продолжается в андропогенезе, да, в андропогенезе, да, в андропогенезе мы, опять же, наблюдаем, как сначала было рабство, потом постепенно возникало, все-таки, возникли гуманистические формы, где люди стали свободными, по сути, да, хотя затоплены экономические, потом экономическая какая-то свобода начала образовываться. В общем, есть какое-то магистральное движение освобождения человечества, да, вот все эти революции, которые происходят, это все ради того, чтобы дать человеку больше свободы. И вот предельным освобождением человека является некий вот намат, который откреплен от всего. Вот если представить себе, что же такое освобождение? Освобождение – это вот освобождение от материальности, да, как-то привлечение все больше и больше духовности, потому что именно с духовностью связана наша свобода. И вот намат – это как бы вот такая абсолютная концентрация духовности, это как бы вот полный отрыв от материи. Конечно, это… Стоп, нет, тихо. Ну, подожди, да, конечно, это некий предельный случай, да, это предельный случай, да, Но это некий идеал, к которому мы стремимся. А что это означает фактически? Фактически это означает, что это такой человек, который не прилеплен к каким-то формам в виде семьи, к каким-то конкретным формам организации общества, который не прилеплен к каким-то конкретным территориям. Вот в Белезе в связи с этим есть такой термин территориализация. Еще я замечу, что никакой конкретной кухни можно свободно выбирать, что ему надо трезть, суши или что-нибудь. Да, я расскажу, а потом ты это замечание свое сделаешь. Потому что иначе не проплыть. Хорошо, хорошо. В некотором отношении на магический человек это как будет идеал того, каким человек является максимально освобожденным. Конечно, такое максимальное освобождение невозможно достичь. Естественно, каждый человек так или иначе, как чем-то ограничивает. Но вот этот идеал он присутствует. И вот в своих работах Вернадский и Тельяр де Шарден, они как раз именно рассуждают о таком космическом движении, которое стремится освободиться от материи, образовать некую духовную инстанцию. Эту духовную инстанцию можно было бы назвать ее чистой формой. Так вот философию называют. Форма полностью освобожденная от содержания, полностью освобожденная от материи. То есть это такая форма, которая может принять в себя любое содержание, его переработать или создать любое содержание. Это некая активность такая, которая постоянно не ограничена какими-то конкретными формами активности, которая является активностью, продуцирующей многообразные формы, которые сама может породить идеи. Ну вот как вот намаду предъявляют претензии. Естественно, из того, как понимается намад, из того, что он освобожден от семьи, от общества, от национальности, от принадлежности какой-то государства, и все это видится как в таком плохом свете, что намад представляется в некий социальный тип. И действительно, в неком отношении это претензия уместна. Вторая претензия, что такой намад, он как бы паразитирует на обществе, потому что кому-то же надо работать и что-то производить в материальной сфере. Кто-то же должен заниматься материальным. А вот он уже материальным не занимается, он полностью шел в первый день, в чистую форму, он там живет, откреплен от всего. Ну, на это возражение можно просто сказать следующее. Действительно, недостатки намады являются просто продолжением его достоинства, потому что иначе быть не может, нельзя, за все нужно в нашей жизни платить. Действительно, то, что намад освобожден от всего, это позволяет ему быть абсолютно свободным от всякого рода стереотипов, от всякого рода доктрин, от всякого рода социальных штампов, узости, идеологий. И вот это позволяет ему быть именно тем свободным, да, именно позволяет ему рождать идеи новые. Ведь на повестке дня, допустим, нашей страны стоит рождение новой какой-то социальной идеи, которая не может родиться, но которая должна родиться. А как ее родят те люди, которые, в принципе, ограничены текущим представлением, которые не могут подняться над какими-то доктринами, которые над ними давляют. Марксизм над ними давляет или еще какие-то другие доктрины. С другой стороны, намад не является, на самом деле, паразитом. Почему? Потому что он существует только в активности. До тех пор, пока намад является активным, он существует. Как только он перестает быть активным, он просто перестает быть намадом. Поэтому он не является, собственно, паразитом. Именно я считаю, что намада является тем новым человеком, который может родить, как я говорю, новую звезду, новую идею. Которую Кургинян как раз вопрошает. Он хочет найти новую некую идеологию или новую некую идею для России, для того, чтобы на ее основе объединить людей. Ну, теперь после того... Кстати, таким намадом первым был Ницше. И это, прежде всего, Ницше как раз... Причем намадом в буквальном смысле. Теперь мы перейдем до того, чтобы после того, как я рассказал, что такое постмодернизм, я объяснил, что такой ономатический человек. Я хочу просто объяснить, почему Кургинян является постмодернистом. Дело в том, что Кургинян не может выбрануть из духа времени, как и любую другую из нас. Он на самом деле выражает этот дух. И это дух. Поэтому те идеи, которые он рассказывает, на самом деле есть ничто иное, как идея постмодернизма. В чем это заключается? Это заключается в том, что он предлагает выбрать метафизику. Это что означает? Это означает, что он говорит с абсолютной позиции. То есть с позиции истины. Только с позиции абсолютной истины можно выбрать метафизику. Если бы мы были бы... Жили бы в традиционном обществе, были бы христианами, мы бы не могли выбрать между христианством и исламом. Мы просто, на самом деле, родились бы в неком метафизике, а именно там, где есть абсолют и бог троица. И все. И в этой же метафизике бы уже всю жизнь прожили. А если мы говорим о том, что надо выбрать метафизику, что надо ее построить, это означает, что мы к метафизике подходим внешним образом. Но из того, что мы подходим к метафизике внешним образом, рефлективно, ведь все равно мы понимаем, что над нами какая-то метафизика давлеет. Она присутствует. И присутствующая метафизика стоит в том, что абсолют и истина является каждый из нас для самого себя. В том числе и Кульгинян выражает эту метафизику. С другой стороны, заметьте, какой-то абсолютный прагматизм Кульгинян. Он ради своей цели готов даже не то, что вести себя подло, но готов объединяться с любыми людьми. Он даже, будучи неверующим, предлагает говорить о том, что мы такую метафизику придумаем, что верующие будут с нами. То есть вот эта идея о том, что ради своего действия, ради своего активизма можно пойти на какие-то компромиссы, объединяться с людьми на самом широком основании, это опять же есть не что иное, как дух времени, дух плюрализма. Потому что человек традиционной метафизики, он всегда будет сопротивляться всякого рода плюрализму, всякого рода экуминизму, если можно так выразить любезным языком. Ну и хотелось бы несколько слов сказать по поводу критики того, что говорит Кульгинян. Дело в том, что, ну и это можно было бы заметить из того, как строят свои доклады по метафизике Кульгинян, что любая метафизика, она имеет религиозный характер. Почему? Я имею в виду метафизика, которая объединяет людей. Не всякая метафизика, метафизика, которая объединяет людей, имеет всегда религиозный характер. Почему? Потому что религия – это такая метафизика, которая абсолютно истинная, это и есть нечто всеобщее и нечто вынесенное из субъекта. Это нечто, что как бы вот является то, что можно было бы назвать объективным. И поэтому, если Кульгинян хочет на основе метафизики людей объединять, то это означает, что он строит некого рода там религиозный орден или секту, потому что иначе это понять нельзя. Потому что если бы он объединял людей на основе какой-то идеи, то у нас есть другая форма объединения, это партия. Партия строится на основе интересов и идей. Но он хочет строить на каком-то другом основе, на основании метафизики. А это означает, что он пытается выстроить именно как бы нечто подобное религиозно. Вообще говоря, так вот коммунистическая партия, она была похожа на такой религиозный орден. Даже там свои мозолии были, цветы и прочее. Еще у Кульгиняна я еще боюсь, что поскольку он отрицает вот этот постмодельнизм, поскольку он считает, что постмодернизм это ад, и его постоянная оглядка назад, постоянная оглядка на то, что уже прошло, и попытка из этого выстроить нечто новое, это на самом деле конструктивно. Потому что если, как я говорил, уже двух времен, и надо некую реальность принять для того, чтобы двигаться дальше. И было бы конструктивно для Кульгиняна, если бы он просто принял постмодернизм, ну вот, не в каких-то крайних формах, да, формах, а там, можно сказать, даже ущербных, а и же цельные, вполне достойные построения постмодернизма, да, и в философии, и в искусстве. И надо, наверное, опираться на них. То есть надо на самом деле исходить из того, что уже есть, и быть соответствующим духовым временем. А Кульгиняна, мне кажется, из-за того, что он отрицает постмодернизм, из-за того, что он противопоставляет свою метафизику, и постмодернизму, он на самом деле тянет назад. То есть из этого движения никакая новая звезда, то есть новая идея никогда не появится. Есть там вопросы, обсуждения. Так а что имелось в виду под метафизикой? Физика – это изучая там свойства предметов, а метафизика – это как философия. Философия вам понятна, чем заниматься? Что, седоним философии? Ну, для вас, часто. Ну, для вас, да, что? Почему это для меня? В смысле, это какой-то специальный для меня? Потому что… Метафизика – это то, что перед физикой. То есть это та наука, которая говорит о основаниях. О сущем, основаниях, предельных основаниях. Предельных основаниях и начальник. Поэтому говорят они как о философии. Но метафизика у него не может быть, у него есть идеология, он идеолог. Идеологически у него работа есть, а метафизика у него не фига нет. Это то, что он может быть, у него не фига нет. И так, что он может быть, у него нет. Продолжение следует...